Когда ты работаешь с суфлером, ты должен уметь читать по губам, так вот он умел читать по губам, скилл у него, он был такой прокачивый, пишет сам товарищ, и он, собственно, с помощью этой девушки рассказал стихотворение таким вот образом. Кстати, вот правда, знаете, что у меня, во всяком случае в моей школе, нас оценивали не потому, как ты рассказал стих, что ты его выучил, надо было рассказать его как-то, с выражением, выразительно, надо было бы история. Не просто там быть или не быть, и вот в чем вопрос с ударами судьбы и льда, наказать сопротивление, и там в битве с ЛМ, морем, ну, в общем, важно, да, вы поняли, надо было как-то вложить в душу, вот, то есть, если бы я там просто, допустим, прочел бы по губам у кого-то, мне бы хорошо от этого особо не было. Ну, так вот, ингейм, друзья, гавт прошел очень быстро, самое главное, что появился Тайкантер, и Эйдшер будет проявляться именно этим персонажам, вот, смотрите, вот, 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 вот этот Тайд был как-то на пузике под солнышком, загребает там. Мне кажется, что он должен был сейчас вот своим суперпанцирем расцарапать вот здесь вот просто всю дорогу, просто превратить ее... Вот кто портит общественные дороги, друзья. Такие товарищи, которые плавают на спине с такой-то шипастой броней. Тут Чешир прибежал уже, вардецкий не поставил, ждет, ставит, да, Чешир, давайте дальше, смотрим, рекавери на антимаге, бигнум, дотон, лишь раке, бараш на шедоу-финде, Так, да, тут который барабан, это СФ, барабанчик. И J4, наш доу-демони. У противников имеется трон на НЧФ, сложная, забавно. Есть также Ванскор, который управляет легионер-командером. Джакал на Имба Спирите, на Магнусе Санлайт. И последний игрок команды Роддота, это Мэтрим, который управляет Никс Ассасином. Ну, вот, если бы вместо Инчи у Протто был Тайдуха, это был бы лютый вообще вин, потому что очень серьезный герой. Ну, может быть, даже не вместо Никса, ну, в общем, как-то такое ощущение, вот, сюда Тайда, вот эти Магнус тает, и вот товарищи, которые сплошами бьют, ну, Спирит с помощью Магнуса, да, тут еще есть стрелы у командора под копытом, в общем, это было бы очень-очень-очень серьезно. Ну, игра под номером 2. Собственно, Санлайт пока стоит против Бараши, против Бигнума, а еще Ванскор подтягивается. Ну, Ванскор, конечно, имеет сильный диспел, строн диспел, пресса для атак, поэтому он, если вдруг там чего, как-то зацепит Магнуса, сможет использовать эту штуку, януто, чтобы снять с него какой-то дизейбл, тут ядик, 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 ядик по трону, выстрел, и трон не добивает. Не добивает, а ядик попадает. Ну, конечно, против Шадоу Демона весьма неприятный, на Свет постоянно он травит себя ядным, постоянно хп-шечки заканчиваются, тут еще и Шрак готов. На первом левеле, видите, что Деу Демон взял именно яд, ну, в этом есть смысл, потому что вы всегда хотите на первом левеле руну забрать, и, соответственно, яд, ну, типа просвечивает, как-то отпугивает, то есть вы стали, грубо говоря, там где-то вот здесь, да, там, и набросали вот все эти вот области, ну, то есть занимайте позицию отсюда-досюда, перемещайтесь, просто ядико настакивайте, там уже никто траться с вами не захочет. Конечно, большая вероятность того, что вы просто ману потратите бесполезно, бесполезно, но, как бы, почему бесполезно, руну-то вы все равно заберете. Нетворта, друзья, 6 на 3, он Тимага, 5 на 3 у Бараша, 5 на 2 у Чиро, ну, Чиро, без маны, но все равно есть у него Кракеншилл, так что не очень-то и страшно, привязали его, ага, магический урон больно бьет, но, да, это тоже, на самом деле, не самый тонкий персонаж в доте. Вообще не тонкий, я бы так сказал. Потом еще пошли истории, ну, друзья, к сожалению, все истории я уже не могу зачитать, потому что один в эфире было бы у нас двое или трое, четверо мы бы, конечно, вам рассказали. Еще больше каких-то своих историй ваши бы почитали, но пока надо следить либо за одним, либо за вторым, но разве что в паузе. Давайте посмотрим, может быть, действительно, что я стоющее внимание. Ну, истории больше нет. Ну, что ж, ладно. Ладно, раз истории больше нет, но необычный, конечно, вот выбор персонажа, решил трону на ИНЧА сыграть. Ну, причем на ИНЧА сложно, там обрисовывает антимаг. Он скрывает варды. Варды вдруг рядом с другом стоят и друг друга не видят, к сожалению. Так, 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 нападение на кого-на-кого? Ну, на трона, да, может быть. Ну, у трона, с троном проблема его в руки особо не убить, но у трона тоже есть проблема, там много магии. Ну, хотя, как там много магии? Один разлом-то, ядик, магии немного. Тристака, вот, закидал. Ну, давай, станк, 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 оп-хлоп. Хорошо, он тем вообще прыгает, один удар нанес, еще один удар. Вот все-таки, ну, не знаю, не будет там пассивки, может быть, больше ударов нанесли, и ничего бы погибло. Но, в итоге, наверное, все-таки, благодаря, не в последнюю очередь, благодаря пассивке, она выживает. Что касается Чешира, давайте проверим, насколько хорошо у него дело. У него 4-й левел, слушайте. Здесь 3-й, здесь 2-й. Без маны наш дорогой Чешир, но он, главное, что живой. У него там один есть заряд в стике, но ему бы еще парочку, тогда он в любой момент смог бы использовать НКРСМЭШ. НКРСМЭШ, как известно, режет дэмэдж противника, если попадает в самый НКРСМЭШ по противнику. А учитывая, что имеется Кракеншелл у Тайдухи на двоечку, который уже 24 урона снимает. То есть, вот, например, крипы сейчас вообще по ним не попадают. Да, они по 21 бьют у героев. У героев дэмэджи, ну, Тайдухи на НКРСМЭШ 67, тут у НЧРСМЭШ 58, ну, то есть, по 60 урона где-то. То есть, если еще Тайдухи на 100% снизит урон, то есть, с 60 останется 30, то там, грубо говоря, там на 4 дэмэджи по нему залетит. Ну, смотрите, вот и все. То есть, Тайд, на самом деле, очень жесткий товарищ. Пошел Бараж драться за руну с Ванскором, а Ванскор просто украл ее, ну, попал под 2 кайла, очень неприятно, однако, что ж, руна все-таки ему досталась. Кто его знает, того, что у демона, чтобы он там смог с этой руны это придумать? Пойти пофармить, а? С руной инвизором. А вот пошел не фармить, а куда-нибудь пошел там взорваться. Ну, например, в Магнуса можно было бы заехать, если Магнус там как-то показался бы, ну, взорваться, понятно, что пока ультимата нет, то не скоро, наверное, будет, но когда-то там побросать, тоже можно было бы там. Подошел в инвизию, стал как-то там, аккуратно стал, чтобы можно было и средний, и дальний дать, или ближний, и средний. Лучше даже ближний и средний, потому что потом можно еще и дальний прописать по убежавшему или убегающему герою. Ну, наверное, уже не по убежавшему, потому что он бы не убежал 3 кайла, все-таки пережить на пятой минуте не всем дано не каждому дано тем более кайлы ты уже 3 левел от по 225 50 от урона что полы вала на ситуация три шестых у нас лидирует пока поэтому показатели аркейт 5 ты 4 тиманга 2 2 1 3 1 2 3 но в общем более-менее опаритет у нас я думаю по полам место что конечно плохо вот вам скоро совсем первого левела диван скоро ну плывал с половинкой то есть нет еще скилла какого-то ну хотя у него важно есть вот пресс-атак да самое главное что есть пресс-атак который снимает дизейбл и больше что можно стрелы там какие-то там пассивка но это все такое для саппорта главное иметь возможность снять добавку своего тиммейта пример там стал лишь рака к сожалению нельзя снять disruption но но тоже disruption кашу шумит у нас здесь а это водопад да вот теперь активнее шумит оставляем его шуметь в одиночестве сами же наблюдаем с ним как чешир имея мангу вообще ничего не боится так конкурс мэш он дал манну постоянно мэтрин сжигает но такая судьба у ее вроде бы попал подкопом но только лишь по травке пойду как вы видите совсем ничего то не клеится более того у тайда 29 крипов то есть вот реально пора возвращаться этому герою уже в драфт ну очень жесткий вообще такой жесткий так что тут жесткий линча жесткая проклинаем училу лишь рака нет далеко лишь а глубоко лишь рак поэтому пинча вообще не напряглась ну она конечно напряглась потому что вдруг бы там лишь был недалеко но его не было недалеко он был далеко так от воды от воды от воды от воды вот его тоже на самом деле не так уж и больно потому что есть у него щиточек из 64 примерно ну не примерно 20 дамаги уходит в щит плюс там барня еще анти мага на 23 процента то есть от 4 минус 20 там 44 и еще от 44 минус 27 процентов стрелять грубо говоря где-то нацать то есть на 30 дэмэджа попадает по нему и мча как нас математика на 30 дэмэджа раз в секунду даже больше чем секунду а он отхиливается на один так как раз на 30 даже на 29 получается так 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 у нас перемещение перемещение что демон кто-то перемещался то а вот так вот на т2 и еще он т2 перемещается лишь рачок и смог ну они хотят потому что тай дух это с рэвиджем и духа с рэвиджем и поэтому есть возможность напасть но как-то так получилось что вот в этот самый момент ушел отсюда и джакал и жук но жук возвращается честно говоря тут тай ты сам жуком может справиться наверное а у него гаша нет нет гаша ну смог он закончился или развеялся но видно же рука да или просто не хотят просвечивать поезда нам чтобы не а вот теперь даже ну все нужно был гашки естественно гаше вот не знаю попал ли анкар смешим или нет кстати как оказалось только сейчас фбс совершили команды на седьмой минуте как-то очень долго его не было и придется джакал сразу же ремонт поставил но это ошибка на самом деле если вы сейчас увидят и вы увидели его очень даже легко могут сейчас забрать так 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 на ремонте полетел но недалеко от бараш гаш хорошо надо назвать реминанта у и связь связь и погибает джакал отдавая фраг барашу ошибка реально была ошибка там как бы не попишешь против трона сражается река врачи ударить не может до ультимейт патрону ну ты же делаешь видишь у вас карта делать на тебя к выложим бежать назад потому что будет плохо будет больно вот так вот ну у реводжа пока нет поэтому может быть не такие опасные час аркейд но в любом случае у бараша там хватает урона с руки уже 54 плюс 81 за 150 перевалило плюс какую-то рунса может быть найдет башню сил света на нижней линии атакуют ну-ка так на разрубают час носился онлайн цириков шукова и вам мелких правда только большую желают у хпм оставил тихоньку не собредится так ну вот он тайнух он вообще не боится да 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 минус мана это все типа круто но как бы вообще пофиг стоит и регенится стоит и регенится мечтаю любого кори стоять ведь крипов и регенерироваться если что может быть чешуру вопрос почему он вот не стакал здесь но как бы он неплохо себя чувствовал видимо на линии поэтому решил что он вынесет с линии там кто-то экспону церкви на 69 крипов что такое да зачем ему так отчетов когда он там просто на линии старил а еще один смог в исполнении аркейд мы наблюдаем за тем как и нча сейчас будет скорее всего распополам лена и при поле по закрывая теперь бигдум должен дать по таймингу стан дает он по таймингу и просто антимаг взрывает нча мозг в одну секунду он был доведен до температуры кипения и испарился на верхней линии атакуют башню сил тьмы на центральной линии атаку но теперь тавр перевод через товара так 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 стрелы 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 крипов согрели там есть тп х тп от магнуса который как бы тп рп но чуть-чуть не хватает ему-то блин даггера вот совсем кроху а тайт видите себе for stuff решил приобрести потому что неизвестно что там может сбить ему даггер но может быть это и мудрое решение там кто-то подкрадется как-то там что-то чихнет неожиданно ветер подует листик с дерева смахнет этот листик собьет ему т.п и конечно это будет неприятно ну вот но плюс самое важное в портале что вы можете использовать его на своего тиммейта артефакт как бы работает постоянно его ничем нельзя сбить но только куда он ограничивает вас в использовании его плюс но может я кого-то подцепить к усталку вперед чтобы он инициировал вместо вас что-то у демона единый раз ты конечно не может что-то у демон в пятерых инициировать как тайн хантер но тем не менее о да она стала наша очередь забирать ваши стаки вот чешир с темам за всю боль кстати за всю боль мэтрин то еще 5 левел минута а соответственно ага тогда напали 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 да но но не у него с ничего же не могут его взять он даже спокойно допарливает крипа и пешочком идет и он идет и форстап у него есть и вот что ты ему сделаешь что-то танк 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 он и есть танк так все выложил все поражал 1 за башню на центральной линии баги и все вложил назад тавр задунали что в какой-то момент практически всех 1 товаров лишились час про дота вот 414 хп остается у тавра наверху но это не так уж и много какие-то системные хитрые звуки антир что говорит надо бы башни садов и обновиться мега но нормальная мега не по 10 после 10 на 12 минуте но тем не менее натворта хорошие 6 100 до 3 топовых натвор сейчас у аркеты учитывая наличие рэвиджа и форстафа очень даже можно не бояться куда-то влететь час напасть ну вот на самом деле у тавра уже 207 хп может спокойно бараш подходить со набер такой жук чуть 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 в метре 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 аккуратнее так рафа си но его оставлять в покое а тавр же достанется мошнице мрагу так и сэп там взорвался бы т.п. но магнус успел на блинке вроде нет по нему попал ультимейт бегут назад кто здесь здесь энчантрас так 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 ну импетуса это весьма неприятно ранее вот так стал неприятно опталает на хосте и он лает он лает но не знаю где тайт-хантер тайт-хантер там как бы просто фармит угол обувашеньки так сшила его тери и с руки то особо не пробить но даже без кракеншелла да учитываешь 48 урона так 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 как подвезли аэсэпа хорошо бараш там все проедает мне кто-то прожимал тери дает кайлы под себя он взрывается сонлайт тоже как мин 1 в 1 запрятали запрятали и вас перед а спирит дальше бежит у него замедлил а я взрываю трона трон выживает бежит а зато и духа отойду к борсов рамыч по двоим хорошо трон оттуда дальше ванскор расцеплять ванскор зацепили газ него ванскор обьют ванскор укрепляет сам себя бежит ванскор а трон сейчас погибнет прязывает он хорошо привязал но трон тонн отступает трон трон живет трон или нет лету ну там чуть-чуть оттуда антимаг про г ты последний очень долгий удар на он его нанес так чеширы привязывает но кстати спасся ванскор кептан это троллинг десятого левела ну-ка на тебя ну-ка подкоп ну-ка связочка то троллинг троллингом но мы тоже кое-что можем так вот про дота отвечают и несмотря на размен 2 в 2 именно они зарабатывают денежек жук и спирит 500 спирит жук 700 лишь раксон визор но у него нет маны на прокаст а теперь есть на стан так а папа 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 попадается нам кайлы пошли хорошо но на риминанта успел переместиться им вас перед жакал и выживает ну вот так вот не хватило несколько дизейблов нужен был какой-то еще наверно дополнительный дизейбл но дополнительный дизейбл здесь только лишь у тайтхантера если он соберет нет если он просто будет реводжать либо же ну если конечно кто-то соберет это хекс запустим допустим это будет хекс давайте допустим посмотрим что у нас ну вот она наметилась отыгрывание 7500 вверх поползло по экспес пяти тоже вверх но тут такие но такими темпами конечно чешир вот хотя что чешир но будет у него шива насколько она серьезно поможет и поэтому зато вот интересное неинтересно ладно это потом мы обсудим с вами аппаратом взрыватель 4 до 1 пара перевзрываем так магнус с блинком пока мы рп не видели но вот возможно сейчас мы на него и посмотрим 15 секунд но рп против реводжу что сильнее бкб не пробивает но с другой стороны бкб здесь ни у кого и нет так 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 сф-оп рп поясы по одному хорошо подвезли и подкопали во время подвода и у тебя прописали как разорвался заходит чеширную канал где же ревать он не за из роста то что-то никому импетусы 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 плавает там хорошо бигмун подошел той духа той духа это только что делать пока не знают что делать минус 2 уже пошел бить джакал джакал ах вот он рэмыч по четверым сейчас попытается запокусить кого-то запокусили окей магнус погиб трон бежит трон бежит крипа может отдастся для кого он не отдастся он просто отдастся чеширу или ригеному трипл килл в итоге лишачок совершил но вот вот видите да реально тогда не пробить давайте давайте капитаны команд наблюдайте за этим матчем смотрите пикайте пикайте возвращать этой духу драм хороший персонаж 1148 чуть-чуть тигар ну понятно трипл килл кто сделал то что и заработал . здесь не повезло господину шаду демона господину эсцефу двум демонам не повезло но видимо охота на демонов какая-то открыта все-то находится демонов открыт так а у педи демонов нет в пике да у них не демоны погибает 1 2 за компанию урна но плюс 10 демонов получил ланску так что теперь можно ну не знаю что в самом деле можно чуть лучше фармить так скажем другой стороной не фармит 14 крипов у него всего лишь для 17 минуты ну он может быть ему дадут возможность формить если в этом будет необходимость пока не вижу то есть надо было ли заболе либо самого начала чтобы нам супер-пупер фармит какой-то блин к себе вынес там и через ультимейт пострадала цеплял хотя ультимейт в принципе в качестве дизейбла почему нет главное чтобы легионер быстро не погибал но если ультовать допустим какому-нибудь лишь рака он быстро и не погибнет да и лишь этого демона то есть не стоит забывать о том что можно использовать как минимум в качестве дизейбла его ультимейт попытался помахать один раз даже по крипу попал но так вот кому 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 же кому же кому же вард остается бараш дабл дэмэш так а у нас той духа в окружении четырех персонажей фрустаф на тебя вот связали полетел подкоп есть т.п. ай больно а ультимать потому закрывает его джей пор хорошо той душа без ромаги бежит назад и перед уже очень больно и стрелка вверх он убегнул пошел драться бегу просто выходит во всех бегом угодно инфе тут и по бегу мупикам еще живым бегом уже мертв окей это было плохо размен 21 причем она от пришел recovery наводить здесь шорок но как то он пришел и ничего не навел опять же да заработали немало странно думал по принято как-то в сражении но ничего ничего бараш если антимаг более пони мобильный то он лишен каких-то сейвобилийте скажем так да с другой стороны сейвобилийте есть у шеду финда учитывая заряд на magic ванде и мека но он лишен мобильности то есть может быть это сыграла против или в сторону пиди то есть в итоге не погнали дальше шут так решил купить рецепт нашил и но но рецепт это хорошо это хорошо лучше конечно 2 700 артефакты купить но так дорого лишь его собрали уголами мидасик мидасик уникса и еще дополнительный артефакт для мобильности у магнуса ура ну вот кстати вопрос да сейчас они заберут раша на поэзис достанется кому-то что они будут дальше делать если они в атаку как так как вот уже бегут так у просто без всего без аэгиса потому что можно не в атаку несмотря на то что у спирит там защиты от магического урона все равно наполовину попросил может быть не было в моменту читали быстро там он убил как мы быстро не получать он как бы впитывать определенное число урона и все ахит уже промокшен так иван скорт еще 200 монеток и и вот что страшно запрыгнул вот туда в глубину так а теперь напрыгивает на вам скоро сейчас в этом могут подкопать погнались погнали замедлим он скоро а вот подкоп форста спасаемся бежим назад не туда идут не прыгает река вреды лопает вам скоро как будто бы то был какой-то гелиевый шарик ну для антимага конечно простой фраг особо много ничего так как так тут траву а у спирита прилетел на катапольту порезал там всех кого-то кому в том числе и тайт хантера ну а что было делать и шер то просто пока фармит хорошо шоу подходит принципе вдвоем ну они на линии вдвоем против него особо ничего не сделать но это было на линии до когда у них не было ультиметов не было каких-то артефактов сейчас вроде появились хотя вот на приду спирта еще чуть-чуть ну вот такой 908 плюс 19 мало урода ну там ну конечно может как-то будет партизе зейблов но если брать во внимание карапаси но навряд ли не кажется духу убьют саша кляша у бараша вот каламур получился аегис же есть не стоит ли сыграть чуточку агрессивнее я даже понимаю хочется там медь шиву до хочется иметь бкб и дополнительно но как бы можно тогда даже когда аегис закончится противник кстати тоже на фармит он уже не останавливается вы что не прессуете посмотрите да кто где находится вот четко аркой аркеды в этой стороне четко иди вот в этой ну зашел туда лишь актера там походить но тем не менее он же тут не фармит то есть никто никому особо не мешает все фармят соответственно если вы фармите противник вас фармит то и вы получите какие-то артефакты и он там получится ну слушайте бигдон напрягает конечно этого товарища ага ну вот что-то пошло развиваться какое-то развитие слабенькое развитие но я думаю хотя бы т2 будет забрать а там наверху будет антимаг защищаться с закалом антимаг так курьер слоть мой был убит котором было ноль груза башни сил тьмы на центральной линии атакует сил лол так вот тоже там стульяк разводит педи профессионально то есть подошли наверх там как развели туда тавр даже забрали подать на центр и час аркеды не знают что сделать с этим их преимущество насчет преимущества но она вроде как имеется но уже и и у вас в этой нет ни на мне огромнейшая странно вот из-за этого мне кажется и многие игры затягиваются то есть ну а и гис зачем забирали просто что не достался противнику на противник вроде как и особо и не мог убить рошана потому что у них некому бить ну хотя я могла танковать ладно так окей рп 4 по закладе того нашего вот он хорошо сразу одного запрету работа так получилось антимагурта всех там перебил чертовой матери но увидите как получилось если гранит к магомету то магомет идет горе решили они загангать рекавери и вот перебут расплачиваться убитыми товарами пошел антимаг там быть как с репами разобраться и не атакуют оставили одного бараш ну вроде как бараша будут почему-то танкуешь скрипов слишком толстый видимо так на форте как мы через двери не пропушить может быть да и есть смысл ваш не что парни центра сейчас топочный на центр бытника перетянутся вот уже сделаете мак и машина и вот он пришел и это подходит так-так-так-так там три удара часов магнит через три секунды появится товар тубы и нет вот так вот за время смерти мангста и спирита успели и один товар 2 2 но а егис кэш это особо никак не спас это не реализация егиса реально это вот просто педилистами подарили возможность такую может быть еще инчу там найдут дурашана пять минут пау райт ага и гем то есть каш в этом смысл а вдруг там никс ассасин вдруг там никс был бы такие есть вот теперь у ван скоро так что можно кого-то хватать и держать на нижней у кого того сэпо нет тогда может быть разрушен и широко надоедливого джей фор который закрыть может пасти там от дуэли кстати да то есть именно подошли так как происходит тут дуэль тут дуэль вову 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 дальше просто сонлайта кайлами открываем его патрон трона забрал сама тоже погибает жакал бежит за джакалом то бигнет и вейдет так окей закрывает закрывает что спасает а сейчас бараша подков мимо вот опять минус 3 но пытаются быть агрессивными пиди но это агрессия противник постоянно работает саппорт лишь рак да вот по плацтоун там шедо амулет вот что-то как-то не вяжется немножко да саппортом башню сил света на мыши вы увидели конечно вы чего тоже не спешат смотрите вообще не гоните пишет аркеты вот мы с вами обсуждали что если вы выиграли только что 20-0 то вполне вероятно что вы можете следующую игру проиграть 20-0 ну вот пока ведь это так слушать актерил это неплохое решение для тайтхантер обычно конечно они собирают ну про фрешер вроде бы актерин может быть куда он будет не 150 секунд а поменьше примерно около так если 30 50 то четверть это где-то 40 там 110 секунд условно и здесь blink пока конечно видос особые дивиденды не приносит хотя мука если и если леву сравнить ну нет реально не приносит пока особых дивидендов хотя бы можно просто на уровне позволяет держать какой-то свой натворцы и свой башни сети на нижней линии левел 6 тысяч денег меньше чем он чину 24 сторон он чем по сути как бы у флеймер в этом случае карта вот он пожалуйста glimmer bloodstone или 40 здравствуйте кэри как бы и от кэри кто-то москорик и допустим спиды дал которого правила и и баду фьюри бф чик но кори ведь на каша с кэри сравнивать но это наверно не стоит взять потому что он слишком запакован антимаг что у него что-то ростки нет но она может появиться там буквально с минуту на минуту на самом деле очень нравится стиль аркейд вот ты картика то слишком пассивно играют стерны об этом наверно говорю могут так и есть многие игры на самом деле из-за пассивности проигрываются армите вы фармит ваш противник может быть драфт не очень удачно для педи так вот получился не хватает такого ну хотя у них есть хороший врыватор да это магнус но опять же не получается пока и самое самое обидное что вот если у аркейд есть кому дэмэдж вносить да после врыва ну как минимум сэп можно там типа разлетится это уже немало урона плюс руки он там наваливает то здесь пока но вот перед дым пауэром плюс там еще импетуса и ничи вроде как тоже а нет еще и аганим как бы в теории она вроде как выглядит и неплохо может быть магнус рп там типа подкоп стрелы спирит разрезает вот сейчас забрасывает но пока на самом деле и получается так сделать но когда будто сейчас на хайграунде а уже защищаются на хайграунде уже будут сейчас через пару минут тогда когда аэгис появится я надеюсь что с этим магнусом пойдут туда хайграунду то будет но опять же давить и тут уже кристаллистом есть так что криты будут может быть даже дайдал успокаивается то есть будет сложнее получение урона в ответ так 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 разрез из и вот долго бегнул там думал но был разрез и поэтому он не смог дать стана потом просто на риминантика быстро переместился и улетел ванскор здесь тоже оставался недолго и на т.п. возвращается в сторону своего фонтана рошан появился прям за секунду до его появления прочекал и вот да ну знаешь когда что уже поешь на максимально долгое время он не появлялся говорю успеваю сейчас уйти а или он наоборот нападает а ну посмотрим так как пугает пугает инчу но у нее как бы фуллмана поэтому она не боится артач был наш максимум минус 130 скорости атаки довольно серьезно особенно для таких персонажей которые боятся убивать других руками на нанося удары слоем разрушена оружием ну мечом руками там чем-то физический урон скажем так который вносит ну хотя можно физически уроны скилами вновить смотреть сто двенадцать с половиной секунд немножко ошибся я но тем не менее был ближе окей второй раз убили аркейд рошана второй раз остается аегис барашу ну вот надо пора уже идти вот самое время а ну я не за чего еще ждать вот чего каких все дивидендов каких еще артефактов дополнительных так вот кто здесь здесь пока только лишь пинки на верхней линии атакуют шоу дема как-то активно бегну мучила там показывает горит по пропусти меня листов башню сил света на них так но окей хорошо той духа ждет момента в для врыва и но он просто врывается пешком вот можно оказываться ворваться и фишком зашел до получается зато максом парикавери бютрика вред ступать назад есть мека забрали уже товар теперь перемещаются на казарму мечников так плаваем форсов ему ну-ка 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 пугает пугает противников как они уходят ли сачачек станом попал по саму эту барак пауза 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 духа каша просел сильно а под это уже его и не чем то есть для него скорее всего если и будет какой-то врыв то врыв в один конец в одну сторону то есть он достраиваешь до сшиву и там наверно останется либо же отступить всей командой попробовать 5 но сантимагом тут история простая у него есть тарас когда как бы может быть только восполнить са пуще минуту ждать как будет мека бакабашь естественно никого нет давайте отжимаем паузу биггнуму форстафе походит свою и чел и подойдутся больно 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 москор хочет дуэ дать это взрывается замедляет там запрятали ему моя приму взорвал в этом штриховари и просто дальше товар с марок разрезы барашку больно вот на к этой он погиб он сгорел так но он горел и последний барак пойм то вроде бы никого не потеряли только есть немножко гордость пострадала лучше ра возможно там как не гордость хп не особо он не фейлил зашел вот там жестко как танк затанковал прям не врывался никуда шел получал в себя дэмэдж пока тиммейт били товара позже бараки так глими рули широко и готов он здесь кого-то искать но вот он уже понимает что кто-то там вот на 1 той духу на 3 духу прыгает дуэль прописали надо его как-то потрате а получится ли спасти или не получится и мол я тоже ездил это подобрать подбирать я пошел за москором а скоро забрал но кем-то достал ему хотя нет за ним барашки прожимает бабочку чтобы быть быстрее так блин к нотима кто же имеет блин кой форста путь его будет блин через но нет 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 так ну ладно тогда мы купили в атаку об оставил неприятно короче то вот теперь гордость пострадала тогда забрали так давайте раздевардим и не будем башер он тимага 1 30 секунд будет тогда потом с ним одну вку то пойдем а егиса нет пошли ну вспомните друзья что у нас же благотворительный турнир турнир вот с такими интересными правилами давайте как-то вот вам давайте развлечения трон трон бежит развлекает на острова 4 на другая трон уже разлег на только мог погиб тактей развлекать нас мэтри мэтри карапаси и мы прибежали свет нам рун обаути среди смерти конечно же неплохо захочу на браке уходит вот такого там и трешность наверху же происходит убийство джакалом крипов и теперь происходит убийство чеширом крипов но убийство чеширом крипов как-то более эффективно выглядит хотя вот может не добьет побоялся что сможешь не несет только урона чтобы убить крипа тут тем временем тем временем у нас там антимага был монтаса у него тоже был товар тоже был тушь ты как-то все очень быстро проходит олайт может порваться через секундочку там вот было как раз позиция только что в проемте стояли еще зелененький здесь был антимаг все уже разошлись решили по верху пройтись парад пушить эту линию и заходить навязывать какое-то генеральное сражение но должен стратег команды брать момент для нужного а для нужного чего для нужного врыва для о вот так вот но обе солдат тоже неплохой как бы от неплохой ответ линки то нет какие-то нет неплохой ответ так 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 вот это дух это можно залетает запрыгивать ну давай давай вот вот так вот так вот так вот взорвали его ген выпадать дальше на ребенка уходит предпочитать его вперед бьет он трон на трон такой диван ну и что уже два бы как хорошо что-то делать есть еще все-таки ультимеета магнута можно попробовать можно рп создавать хорошие прямо сейчас прямо сейчас вызывать есть разрез где рп никакого рп нет уже все разбежались просто бьет параш а тут у нас просто артепу recovery по отвлекать у себя той духа прыгать где шива 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 сейчас вовремя шива окей разменяли rapi разменяли то rapi раз ай-яй ай-яй трон тоже падает метри метри падает все падают на sky ground онлайн там запрыгивает то что он забрал рапиру на верхней линии убедились силы тьмы 11 друзья 11 окей 1 и что ж когда будем ждать 3 карты